Добрый день, уважаемые коллеги. Это обзор рынковой компании «Текминус», имя Артур Идзятуль. Дипломатическая телеграмма «Прессмана и Спики на Вашингтон» в прошлую пятницу состояла из тотальной переработки 150-страничного документа, который должен был влечь в основу соглашения между двумя странами, сообщили рейтеры три источники здравительства, также источники из частного сектора, знакомые с охотных переговоров. Документ превратился из торговой сделки в фигенную грамоту, так как Китай отказался от многих юридически обязывающих условий, предложенных Вашингтоном. Об этом также сообщили источники. Как сказал один из них, в Китае заиграла жадность. В каждой из семи глав черный катер голоса соглашения Китай удалил обязательства изменить законодательства внутри страны, которые способствовали бы разрешению ключевых претензий США, а именно произведения в Китае, кражи интеллектуальной собственности и торговых секретов, вынужденной передачи технологий, неявного протекционизма, закрытости финансового сектора и валютных спекуляций. Учитывая темперамент Трампа и масштаб дерзости китайских коллег, довольно странно, что Трамп подождал целых два дня, чтобы вновь превратиться угрозами. В воскресенье президент США сообщил в Твиттере, что планирует повысить величину тарифов с 10 до 25% на 200 млрд долларов китайского импорта в США. Тариф отступает всего в пятницу, то есть в аккурат к визиту китайского премьера Лью Хэ в Вашингтон, которому придется восстанавливать павшую крепость сотрудничества и дружбы из Руи. Очевидно, что Китай стремится заключить что-то вроде меморандума о взаимопонимании, то есть формат с минимальным уровнем правоприменительных механизмов. США интересует гарантировать себе рычаги воздействия, то есть в случае, если Китай решится отклониться от соглашения, стимулы к этому довольно высоки, учитывая, что Китай это мастер ближнего бога, где сложно различить нейтральное объятие от незаметной атаки. Однако торговую сделку, которую навязывает США, также сложно назвать стандартной, ведь элемент принуждения, который также включен в сделку, скорее соответствует отношениям США со странами, против которых они ввели санкции, то есть Иран или Северная Корея. Китай уже не готов мириться с таким отношением к себе. Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер считает, что без изменения китайских законов отслеживать исполнение требований будет невозможно, а китайская сторона считает, что это не соответствует термину торговой сделки, то есть то, что предлагает США. В целом, конечно, не прав Китая, но если рассмотреть конкретно случаи именно с Китаем, то право все-таки, наверное, США. Китайский пример Леха также сказал Молчину и Лайтхайзеру на прочей деле, что США должны доверять Китаю в плане исполнения обещаний с помощью административных и регулятивных мер. Об этом сообщили Рейтерс также два источника. Чиновники Велодома почитали это неприемлемо. То есть Китай исчерпал ресурс доверия, игнорируя прошлое соглашение. Один из источников Фраисе сообщил Рейтерс, что китайская сторона отказалась трогать законодательство, так как степень вмешательства по закону требовала со стороны США слишком большая. К тому же один из китайских коллег испорил суть предлагаемых изменений в рынке, сказав, что США начинается требовать все больше, сужая дорогу в сделки. Сейчас же у Рейков почти не остается сомнений введения на вытрек в пятницу, так как возносительный шаг Китая испортил не только чиновникам Белодома, ну, чиновникам Белодома, в частности, но и Трампа с демократами. Поэтому следует ожидать дальнейший рост неприятия к риску, который будет возражаться в снижении, в общем, снижении фондовых индексов и роста цены облигаций и защиты эффективов. На сегодня это все. Спасибо за ваше внимание. Увидимся с вами в пятницу. Субтитры создавал DimaTorzok